x минус 1 умножить на x плюс 2 разделить на 2 x плюс 1 и все это должно быть числом раскрыть скобки дело в том что вообще-то здесь написано именно для того чтобы вам помочь чтобы вам легче было отлично то есть вы сразу указываете число x равно единиц она подходит да конечно все одну точку на x равно единицы знают а еще при этом нам подойдет любое число и возможно то же самое проделываем со скобкой правильно значит вы нашли уже две точки да да две точки нашли а еще точек бесконечно много да скорее всего x равно минус 1 3 не будет входить отлично число минус 1 3 не входит потому что на ноль делить нельзя еще ряд вообще-то точек бесконечно много вы поняли что две точки подходят а одна не подходит но это конечно хорошо единица подходит минус 2 подходит и наоборот минус 1 3 не подходит да да все числа все числа меньше 1 минус 1 3 подходят почему ну потому что тогда числитель будет уже отрицательным числом и автоматически вся дробь будет тоже отрицательным числом ребята вот это хорошая мысль смотрите она говорит что если x меньше чем минус 1 3 то все эти три множителя одного и того же знака они все отрицательные а минус на минус и делить на минус это будет отрицательное число да она хотела сказать что знак вот этого числа на самом деле определяется знаками чего этих трех скоб правильно то что она здесь ошиблась что из меньше чем минус 1 3 бывает по-разному что сколько бывает положить не отрицательное это ошиблась ошиблась но идея господа а вы должны нарисовать где на вещественной прямой какая из этих скобок положительная а какая отрицательная и между прочим это и есть тот метод собственно которым решаются все неравенства называется это метод интервалов это просто его официальное название в школьной программе и решение вот этого неравенства по методу интервалов выглядит следующим образом рисуем точке минус 2 минус 1 3 и 1 поехали где-то там число минус 2 где-то здесь минус 1 3 где-то здесь единица кстати ребята вымерять точное расстояние между ними совершенно не обязательно потому что нам важно только то какая левее какая правее минус 2 левее чем единица и чем минус 1 3 да конечно единица правее чем да конечно все может я ничего не надо знать и вот теперь на каждом из этих интервалов мы смотрим ну например если число x большое при большое больше чем единица то видно что все три скобки будут положительные если число x между минус 1 3 и единичкой то одна скобка вот этого будет отрицательной для других положительных если икс будет вот здесь то в таком случае будут вот это скобка положительная а вот эти две отрицательные результате общее значение и наконец если у нас икс сильно отрицательной для других то все три скобки будут отрицательными заметьте пожалуйста здесь происходит плюс минус плюс минус разумеется будет так не всегда если функция чуть более хитрая например если бы здесь было не x плюс 2 а x плюс 2 квадратно могло быть по другому но общая идея метод интервала состоит в следующем с точки зрения вот этого нерависти любое число больше единицы это одно и другое потому что нам интересны знаки этих скобок а знак везде здесь один и тот же ну и соответственно мы можем написать ответ кстати здесь очень важно не перепутать потому что смотрите число минус 1 3 у нас на самом деле спрещено хотите его кресить подочеркивать хотите его там важно что его нет и наоборот число минус 2 и число 1 вполне подходит поэтому ответ звучит следующим образом у нас здесь написано меньше или 1 0 поэтому нужно взять вот это и это что же это будет такое от минус бесконечности до минус 2 включая минус 2 такой вот замкнутый луч и здесь нужно взять и трезок от минус 1 3 до и цель представьте себе что у нас есть функция x минус 1 умножить на x плюс 2 разделить на 3x плюс 1 наверное мы сейчас с вами уже опытные и сумеем нарисовать этот график правильно без той ошибки конечно надо понять где он ее вертикальность в точке x равняется минус 1 3 отлично надо эту точку отметить да и что будет да потому что знаменатель чтобы функция стремилась бесконечности надо чтобы там было деление на очень маленькое число а для этого знаменатель должен быть очень маленьким значит происходит около корней так хорошо если x это минус 1 3 плюс чуть-чуть тогда какая будет так минус 1 3 плюс чуть-чуть тогда внизу стоит положительное число верху отрицы да минус 1 правда не в точке минус 1 минус 2 отлично дальше а вот теперь очень интересно а наклонную оси бы туда найти сумеем как узнать чему равна наша функция при очень больших x не получится на самом деле коль лучше всего разделить просто напросто числитель на знаменатель уголку деление многочлена на многочлен уголком пока просто запишите тут понятно все очень легко да и поскольку надо теперь взять почему минус то да и получилось что минус 2,2 9 до минус там 29 отлично него нормально минус 2 целых 2 9 и что же это означает y равняется и чему равняется x разделить на 3 плюс 2 9 дальше минус до 23 и еще в знаменателе будет 3x плюс 1 да а теперь огромная просьба всем записать эту формулу и проверить у всех у вас разный уровень знания алгебры поэтому каждый будет проверять в меру своих знаний но пожалуйста проверьте что это действительно так что вот когда умножаешь x минус 1 на из плюс 2 и делишь на 3 x плюс 1 то это строго то же самое что x разделить на 3 прибавить к этому 2 9 и еще из этого вычесть 20 разделить на 9 x плюс 3 вот главное что она действительно примерно x разделить на 3 и чуть чуть выше до x разделить на 3 плюс 2 9 а у меня вопрос почему при 1 единицы до 2 бесконечно у нас идет у нас график идет не строго вверх а а в смысле график строго вверх почему такого не бывает вообще никогда то это бесконечно вот стремится x разделить на 3 плюс 2 9 при больших лиц будет все больше и больше и больше и больше ребята это опять гиперка вообще-то вообще-то у нас нарисован вот здесь тоже мы стремимся к этой же прямой это опять асимптоты гиперпола и между прочим это центр симметрии графа то есть опять таки вот если центрально симметрично отразите относительно вот этой точке эту ветвь то вы получите вот это опыт и и и и Продолжение следует...